Все согласятся, что акулы страшные, но на самом деле их нападения на людей довольно редки. В среднем в год регистрируют 108 инцидентов и лишь 5 с летальным исходом. То есть вас скорее съест ваша собственная собака, чем акула. И хотя люди не входят в их меню, эти морские хищники пробуют другие вещи, независимо от того, съедобны ли они. Акуль и артефакт Вам знакома радость, когда суёшь руку в карман и находишь там деньги, о которых не знал? Представьте, что почувствовалось у Зела Менон, когда она нашла 500-летний медальон в животе акула. Это произошло в 2012 году в Клебанге в Малайзии, когда она готовила акулье мясо для карри. В Азии распространено поедание акул, но это вызывает споры. Акулье мясо содержит много ртути, которое опасно для людей. И численность рыб сократилась на 90% за последние годы из-за торговли плавниками, так что не советую их есть, даже если вы ищите сокровища. Этот медальон был изготовлен в 16 веке, когда Португалия захватила Малакку. Португальские солдаты носили подобные религиозные украшения, веря, что они их защитят. Но, видимо, это не помогло. На одной стороне медальона изображен профиль женщины в короне и с нимбом, а также неразборчивая надпись. Историки считают, что это королева Елизавета. Не это и не это, а вот это. Очень много лис. Эта Елизавета была супругой Диниша I, который правил с 1271 по 1336 год. На другой стороне изображено распятие с надписью «Антоний». Хотя украшение в длину 7,3 сантиметра в ширину почти 6, а весит всего 21,2 грамма, его ценность очень велика. Сюзелла получила предложение от людей со всего мира, которые хотели бы приобрести съеденный медальон. Один анонимный бизнесмен португальского происхождения из Нью-Йорка готов заплатить любую сумму. Из Нью-Йорка? Наверное, Джоу из друзей. Что, он на одну шестнадцатую португалец? Несмотря на все эти предложения, Сюзелла не спешит расставаться с необычной находкой. Она считает, что это дар духов. Деньги еще не все. Моя семья считает благословением, что артефакт пришел к нам из глубин моря. Правда, вряд ли это было благословением для акулы. Война с интернетом Представьте, вы смотрите интересное видео, может даже лайкнули его и подписались на канал, и вдруг интернет пропадает. Что могло стать причиной этой трагедии? Удар молнии? Отключение электричества? Вы бы вряд ли предположили, что эта акула просто пожевала подводные интернет-кабели. На дне океана лежат километры проводов, связывающих всемирную сеть. Акулы занимаются их порчей еще с 80-х годов, и о первом случае сообщила в 87-м Нью-Йорк Таймс. Оптоволоконный кабель, соединявший Европу, Японию и США, четыре раза прокусила ложнопесчаная акула. Проблема стала такой серьезной, что Google стал оборачивать кабели в кевлар, защищающий от зубов, чтобы остановить хищника. Но почему их так привлекают наши драгоценные провода? Из-за голода? Злобы? Они хотят, чтобы мы вышли на улицу? Никто не знает. Есть версия, что атаки вызваны органом чувств во рту, замечающим электричество – ампулой, который помогает искать добычу и партнеров. А кабели испускают электромагнитные поля, которые привлекают акул. Я бы разозлился, если бы думал, что нашел девушку, оказалось, что это провода. Но, возможно, причина такого интереса акул к интернету объясняется не этим. Доктор Крис Лоу, профессор и глава лаборатории по изучению акул в Университете Калифорния, считает, что это просто любопытство. Если бы это был пластик в форме кабеля, скорее всего, они бы и прокусили его тоже. Но у Лоу нет варианта решения проблемы. Может, надо, чтобы кабели выглядели как акулы побольше? Знаете, что нужно сделать, прежде чем акула отключит вам интернет? Нажмите на «Нравится» и подписаться, чтобы не пропустить интересные факты. А теперь вернемся к нашим акулам. Снимите это немедленно. Многие люди разрешают детям плавать с дельфинами, но, когда я позволил отпрыскам поплавать с акулами, все как-то странно смотрели. Шучу. Но некоторые храбрецы действительно ныряют к этим хищникам и снимают это на видео. Оказаться в пасте акулы уже ужасно, а записывать это действие на камеру еще хуже. Как вы увидели, акулы любопытные и кусают все неизвестное и непонятное. В том числе и дорогие камеры. Как, например, в Бимине на Багамах акула-молот очень заинтересовалась GoPro оператора Габриэля Ганмы. Мы бы наверняка перепугались после такого, но Габриэль был спокоен. Он сказал, что акулы-молоты безобидны, если нормально себя вести. И он прав на самом деле. Потому что этот вид почти не нападал на людей. Акулам-молотам намного интереснее скаты, которые прячутся в песке, нежели люди. Их характерная форма головы позволяет сканировать дно в поисках любимой пищи. Но это не значит, что камеры в безопасности. Другой случай произошел в 2013 году у острова Гваделупа в Мексике. Команда из океанографического института Вудса Хоула в Массачусетсе запустила специальную Римас Шарк Кэм для наблюдения за большими белыми акулами. Этот институт – некоммерческая организация, которая изучает морскую флору и фауну и рассказывает о ней другим. В общем, камера Шарк Кэм занималась своим делом, когда тупорылой акуле не понравилось, что за ней подсматривают. Она зловеще подплыла к камере, словно чудовище из какого-нибудь фильма, а потом набросилась на нее. На камере остались следы зубов и немного пострадала краска. Это впечатляет, учитывая, что удар молотком или отверткой по устройству не оставил бы и царапины. Хотя остается неизвестным, пережила бы эта камера удар акулы молота. Акула на акулу Если вам повезет на рыбалке, вы что-нибудь поймаете. А если нет, ваш улов поймает кое-кто еще. Такой случай обнаружили в 2013 году исследователи из Университета Делавера в бухте, собственно, Делавера. Они отлавливали песчаных акул, на которых были установлены спутниковые трекеры. Для этого они насаживали на крючок особую приманку Мэнхэдденов – Витрып. Вот только на такую приманку быстро клюнуло нечто маленькое и ненужное. И нет, я говорю не про себя, умники. Это была кунья акула – небольшая хищная рыба. К сожалению, она недолго радовалась добыче, потому что из воды появилась песчаная акула и съела ее. Другой похожий случай произошел спустя три года в океанариуме Коэкс в Сеуле в Южной Корее, когда двухметровая самка песчаной акулы съела метровую тройнозубую акулу. Хвост несчастный свисал из пасти крупной хищницы еще долго, потому что она жевала больше 21 часа. А я думал, что я медленно жую. Инцидент произошел на глазах у посетителей, так что, разумеется, его записали на видео, которое завирусилось. Причиной этого водного нападения могла быть война за территорию между хищниками. Пиар-менеджер океанариума Коэкс от Хейюб сказал, что когда акулы ударяются друг от друга, то кусаются из-за шока. Но, вероятно, небольшой аквариум усугубил вражду из-за территории. Впрочем, акулы поедают друг друга и в дикой природе тоже. Хотя оба случая нельзя назвать каннибализмом, потому что эти акулы принадлежали к разным видам. Но это не значит, что песчаные акулы не едят собственных сородичей. Известно, что они пожирают друг друга даже в утробе. Вот это вражда братьев. Но пусть лучше они поедают друг друга, чем нас. Без воздуха Вы слышали о съедобных воздушных шарах? Это блюдо для тех, у кого денег больше, чем мозгов. Серьезно, кто захочет десерт из сплошного кислорода? Оказывается, акулы бы хотели. Они очень даже не прочь отведать запасы кислорода. Это произошло с одним дайвером в водах банка Чинчорра в Мексике в 20-м году. Все началось не с акул, а с других рыб, крылаток. Это инвазивный вид, поселившийся в Западной Атлантике. Они охотятся и уничтожают виды, находящиеся под угрозой исчезновения. И при этом поедают намного больше, чем им нужно. Их желудок увеличивается в 30 раз. Но в этом мы похожи. У них неконтролируемый не только аппетит, но и их либидо. Крылатки размножаются каждые 1-2 дня, откладывая по 30 тысяч икринок каждые 4 дня, а хищники не сдерживают их. Во Флориде этих рыб впервые заметили в 85-м году. И, вероятно, их выпустил кто-то, кто завел их как питомцев. Для контроля их численности дайверы начали скармливать мертвых крылаток рифовым акулам, чтобы те стали их есть. По словам фотографа Антонио Бузьелла, акулам не страшны ядовитые шипы на спине и хвостовых плавниках крылаток, в отличие от людей. Потому что они едят крылаток с головы. Вернемся в банка Чинчорра. Водолазы скармливали этих ядовитых рыб акулам-нянькам. Это медлительные акулы, живущие на дне, которые не опасны для людей. Хотя они и могут укусить, если их потревожить. Возможно, одна из них не очень любила крылаток и предпочла попробовать снаряжение для дайвинга. Регулятор — это устройство, которое подает воздух дайверу и позволяет ему дышать под водой. Оператор группы попытался заснять на видео, как друг показывает, что все в порядке. Но все не было в порядке. Акула приблизилась к водолазу и вытащила у него регулятор. К счастью, дайвер не пострадал и вернулся на поверхность с захватывающей дух историей. Буквально. Водный бой Австралия славится своими опасными животными. Что более австралийское? Крепкий кенгуру или большая акула? А как насчет драки этих двух животных? Эти австралийские символы столкнулись в 2007 году на пляже Торки в Виктории, когда кенгуру зашел в воду. Схватка получилась односторонней, так как его сразу же убила акула. Этот кенгуру хорошо подумает, прежде чем драться с акулами. Но, разумеется, этот уже не подумает, но другие возможно. Необычную сцену увидели Дэниел Хёрст и Мик Баучер, которые прогуливались по пляжу и, наверное, не поверили своим глазам. По их словам, акула была маленькой, метра два-три. Да, крошечная. Мик рассказал, что кенгуру казался оглушенным и смотрел в воду секунд десять, а потом зашел в нее. Это необычное поведение, так как кенгуру заходят в воду только если им что-то угрожает. Мэтт Винсент, директор зоопарка Мельбурна, говорит, что кенгуру умеют плавать. Но в этом случае особь, видимо, была напугана или почувствовала угрозу из-за чего-то на берегу и пошла в воду. Акулы довольно любознательны, и если кенгуру был встревожен и создавал колебания в океане, акула наверняка им заинтересовалась. Возможно, присутствие людей напугало этого кенгуру, но мы не можем знать наверняка. Хочется верить, что я не такой страшный, как акула. Через несколько дней комитет Great Ocean Road нашел тушу кенгуру, выброшенную на тот же пляж, но на теле не было следов зубов. Если увидите такую акулу, будьте осторожны. Лось в горле Если бы я сказал, что акула может проглотить лося, вы бы наверняка решили, что я преувеличиваю. Но нет. В 13-м году в Норрисарм Норд на побережье Ньюфаундленда друзья Дерек Челк и Джереми Болл заметили нечто выброшенное на берег. Подойдя, они поняли, что это не просто акула, а гренландская акула. Она еще была жива, но задыхалась из-за куска лося, который застрял у нее во рту, как ни странно. Скорее всего, она не поймала живого лося, а съела остатки. В гавани по соседству мясники потрошат лосиные туши, а ненужное мясо выкидывают в воду. Акулы долгое время обходятся без пищи. И когда им все-таки попадается еда, они сразу ее глотают. И иногда слишком быстро. Мужчины решили помочь акуле длиной 2 метра и весом 114 килограммов и вытащить мясо. К счастью, это был лишь кусок, а не целый лось, иначе извлечь его было бы сложнее. Когда они вытащили шкуру, Джереми привязал веревку к хвосту акулы и потянул, а Дерек принялся толкать ее. Вместе они вернули хищницу обратно в воду. Джереми сказал, что несколько минут акула лежала тихо, а потом внезапно вода начала выходить из ее жабр, и она снова задышала. И вот так эти двое спасли через чур прожорливую рыбу. Хотя до сих пор неизвестны случаи, когда гренландские акулы нападали на людей, Джеффри Галланд, президент и ведущий ученый группы изучения гренландских акул и пластина жаберных, предупреждает, что не надо вынимать мясо изо рта акулы. Как он объяснил, при таком взаимодействии, когда люди пытаются вернуть акулу в водоем, тот факт, что ее пасть была занята пережевыванием мяса, снижает риск случайного укуса. Да ладно тебе, Джефф, но не стоит портить достижение этих парней. Гренландских акул редко встречают у поверхности воды, не то что над ней. Все потому, что они могут жить на глубине больше двух километров, а это выше двух бурдж-халиф, стоящих друг на друге. А еще эти акулы могут жить 400 лет. Так что, возможно, два героя спасли акулу, которая старше Соединенных Штатов. Вечно у этих стариков проблемы с сживанием. В романе Харпер Ли 60-го года «Убить пересмешника» Аттикус Финч говорит, «Убить пересмешника – это грех, ведь он только и делает, что поет для нас». Акулы явно это не читали, потому что они едят кучу птиц. В 2010 году ученые, наблюдающие за популяцией, плыли вдоль побережья Алабамы и поймали тигровую акулу, чтобы прикрепить к ней трекер, а потом выпустить в воду. К их удивлению, акула выплюнула птичьи перья. Подумаешь, акулы наверняка часто едят чаек и тупиков. Может, это и правда, дорогие диванные эксперты по акулам, но это выплюнуло не морскую птицу. Это был коричневый пересмешник – вид, который обитает на суше в североамериканских садах. Ученые из Университета Миссисипи выяснили, что не только эта акула оказалась любительницей певчих птиц. Они проводили исследования каждый месяц с 2010 по 2018 год. Ловили акул, промывали им желудки и изучали содержимое. Ммм, так приятно. Они обнаружили, что из 105 пойманных тигровых акул у 41 в желудках были следы 11 видов наземных птиц. Но ни одного морского перышка. Как же эти птицы, живущие на материке, оказались посреди океана? Исследователи определили, что акулы съедали их намного чаще осенью, а именно в этот период птицы перелетают в теплые края. Во время миграции некоторые устают и падают в воду, и там их съедают. Оказалось, что популяция молодых тигровых акул в три раза выше в период с августа по ноябрь. А значит, их матери рожали их в северной части залива, чтобы детеныши могли полакомиться уставшими птицами. Мамы всегда заботятся, чтобы на столе был хлеб. Ну или птицы в море. Из рук вон плохо Если вы думали, что блюдо из кенгуру – это худшая австралийская история, то вы явно плохо знаете Австралию. В далёком 35-м году пойманную тигровую акулу привезли в океанариум Куги в Сиднее 17 апреля. Она должна была стать гвоздём программы в день Анзак 25-го числа. Это как День Победы в Австралии и Новой Зеландии. Но несколько дней акула как-то странно себя вела и казалась очень вялой. А потом на празднике на глазах у множества зрителей она выплюнула человеческую руку. На конечности была татуировка с двумя боксёрами, и она была отрезана без следов зубов, как будто это сделали ножом. Хотя рука пробыла в желудке 18 дней, она всё равно отлично сохранилась. Сняв отпечатки пальцев, полиция выяснила, что она принадлежала Джеймсу Смиту, английскому преступнику и бывшему боксёру. Последний раз его видели в отеле «Сесел» в Кранулле, где он жил с Патриком Брэдди 7 апреля. Они оба работали на жуликоватого бизнесмена Реджинальда Ллойда Холмса, который под прикрытием производства лодок провозил контрабанду. Но как получилось, что рука Джеймса оказалась в воде? Существует несколько теорий. Например, что Патрик убил Джеймса. Дело в том, что Джеймс был информатором. Когда Реджинальд приказал Джеймсу уничтожить катер ради страховки, Джеймс доложил об этом в полицию и начал его шантажировать. Разумеется, Реджинальду это не понравилось. Бизнесмен попал под подозрение полиции и после безуспешной попытки покончить с собой был доставлен на допрос. Он согласился свидетельствовать против Патрика Брэдди, но за несколько часов до дачи показаний его нашли бездыханным в собственной машине. Кто-то лишил его жизни? Или он сделал это сам? Никто не знает. Впоследствии Патрик был оправдан и вышел на свободу. Но это не всё. Оказывается, последним, кого проинформировал Джеймс, был Эдди Уэйман. Один из самых грозных гангстеров Сиднея. Уэйман бы без раздумий отправил Джеймса в подводную могилу. И хотя неизвестно, кто именно устранил Джеймса, мы можем оправдать бедную акулу. Пусть она и испортила всем день анзак. Проглоченный панцирь Если вы ещё не поняли, акулы часто переоценивают свои возможности и хватают больше, чем могут разжевать. И если вы глотали МНДМС целиком, то можете посочувствовать следующей акуле. В 19-м году мёртвую большую белую акулу нашли в сети рыбака у побережья Японии. Странным было то, что в пасти хищницы лежала ещё и мёртвая черепаха. Несмотря на вес в 2 тонны, акула явно не смогла проглотить добычу с панцирем. Наш друг, эксперт по акулам доктор Крис Лоу, сказал, что такой инцидент очень необычен, так как большие белые редко охотятся на черепах, потому что те ловкие. Когда морские черепахи замечают акул или когда акулы приближаются к ним, они специально поворачиваются спиной, защищаясь панцирем, а потом начинают двигаться боком. Из-за этого хищникам довольно-таки трудно поймать черепах. Ого! А это отличная тактика! Единственный способ поймать черепаху это незаметно подкрасться к ней. Как и такая акула-ниндзя. Данная невезучая рептилия могла быть больна или просто невнимательна. Впрочем, акуле тоже не очень повезло. Схватив черепаху, она уже не могла ее вытащить. Иногда иметь руки полезно. Эндрю Нозал, доцент университета Сан-Диего, отметил, что белые акулы одни из немногих видов акул, которым надо плавать, чтобы дышать, держа рот открытым и пропуская свежую, богатую кислородом воду через жабры. Все, что препятствует этому, может привести к тому, что акула задохнется и умрет. Вот поэтому мы не видим драк этих двух животных. Оба проиграют. Ход конем. Слышали фразу «я готов съесть лошадь»? Возможно, это сказала бычья акула. В 2005 году тренер Аллан, обучавший жеребца Гленна Бернсарма, которому не повезло с именем, повел его к реке Брисбен в австралийском Квинзланде. Аллан тренировал шестилетнего скакуна в реке, не подозревая об опасности, скрывавшейся под водой. И нет, я не про крокодилов. Хотя это было ничуть не лучше. Аллан заставил коня плавать, чтобы усилить его выносливость и укрепить мышцы. Вдруг на Глена что-то напало. Существа укусили его за крупы ноги, но крепкий конь все же смог доплыть до берега. На суше Аллан увидел, что Гленн был покрыт следами укусов и ранами, но в целом был в порядке. Тем не менее, коня немедленно отвезли к местному ветеринару. Кто же оказался нападавшим? Бычья акула. Это вид небольших акул длиной полтора-два с половиной метра, хотя это не уменьшает силу их укуса. Эти безжалостные рыбы могут плавать и в пресной, и в соленой воде, и нередко отправляются в реки Австралия. Комментируя инцидент, профессор Крейг Франклин из Университета Квинзланда сказал, что лето было очень жарким, и температура не снизилась. Так что акулы оставались на пике активности. Если рыб вроде кефали мало, то они готовы охотиться на любую доступную добычу, включая лошадей. Хотя пока что они редкость в меню акул. Скорее всего, рыбы напали на Глена по ошибке. Тем не менее, Алан пообещал водить Глена на соседнюю дамбу. Надеюсь, акулы не знают, как прорывать туннели. Фух, после этого мне как-то не хочется купаться на морских пляжах. А вы слышали, что еще съедали акулы? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!